Всем привет, дорогие друзья, с вами Фауст. Сегодня мы немножко поговорим о MedianXL Sigma. Новости, которые о них сейчас, ну, которые доступны нам новости. Это форум, официальный форум MedianXL.com. Тут скриншоты. Я просто покажу скриншоты, которые вышли. Я вообще давно хотел записать второе видео на эту тему. Ждал, пока накопятся скриншоты, но вот достаточно долгое время скриншоты перестали выходить, выпускаться. Верст их перестал опубликовывать. Ну вот, новый скриншот, которого еще не было в том видео, пять месяцев назад был. И тут он говорит, что убрал бесполезный класс ладер, а классик, точнее классик ладер, то есть классический ладер, который был в обычном Diablo 2, не в аддоне. И добавил баунти, баунти ладер. Баунти ладер это связано с новой механикой, которая будет в Sigma. Баунти ладер это переводить как вознаграждение и будет эта фишка давать какой-то бонус при прохождении убера. Только Uber нужно будет пройти с какими-то дополнительными условиями, с чем-то таким. Тут softcore ладер, хардкор ладер, softcore баунти ладер и хардкор баунти ладер. Тут что спрашивают. Так, это следующий скриншот. Здесь указано, сколько времени идет данная игра. Не уверен, будет ли это только для мультиплеера или для синглплеера тоже будет такое. Кстати, надеюсь, что будет синглплеер, потому что если будет только мультиплеер, это будет не очень хорошо. Потому что не всегда есть желание играть в мультиплеере и не всегда есть желание, ну, не всегда есть возможность играть в мультиплеере, потому что интернет может быть и не быть. Бывают такие случаи. А тут небольшая гифка, которая показывает, что, в общем, они пытаются увеличить прыжок. Только лучше бы они показали не варвары, потому что варварам как бы и есть варвары. У него есть анимация прыжка. А вот, ну, более-менее какая-то. А вот у некромантов его в этом скилле, там что-то с ангелом было связано, насколько я помню, анимация просто наикривейшая. Просто ужасная анимация его прыжка. Он просто стоя начинает подниматься и опускается. Прикольная шутка. Тут совсем немножко скриншотов, и совсем немножко об этом можно поговорить, поэтому видео будет не слишком длинное. Я надеялся, что они будут побольше выпускать скриншотов. Например, здесь мы видим скриншот как бы запуска игры. Диана, Excel, Sigma, Patch, кнопка Play. Опции. Такие же опции, по-моему, есть в мод-менеджере. Ну, без звука. Background Sound. И fullscreen. Background Sound, я так понимаю, что звук будет приз, когда игру сворачиваешь, чтобы был звук. И видеотест. Тут кнопка. Это все стандартно. Тут опять же, если кто хочет почитать, попереводить, давайте. Ну, тут вряд ли что-то интересное написано, так что кто-то вопросы задает, кто-то еще что-то. Кто-то просто шутит. Ну, здесь тоже особенно ничего интересного нет. Здесь они просто говорят о том, что каждая вот эта новая наносит 5 миллионов дамага за каждый удар. И, в общем, они этим показывают, что они могут далеко зайти в плане размера хп у боссов. На самом деле, меня это не радует. Я не знаю, в общем. Делать босса сложнее только потому, что он супер жирный. По-моему, это неправильно. Ну, вы как-то можете сами подумать, как вы к этому относитесь. А вот и сама как бы баунти-система. Тут разные тиры. Я так понимаю, это золотой тир. Это может быть серебряный, бронзовый, я не знаю. Ну, в общем, тут написано именно золотой тир задания. Тип задания очистить специальную как бы область. Область welcome to тарайя. Ну, это опять же убер-уровень, убер-локация. И привард награда. 15% опыта. Как бы, ну, это такое вот себе. Тут я так понимаю, счетчик идет. Да, достаточно интересно. Хотя вряд ли. Тут мемчик. ты оставил мобы. Ты оставил мобы живым. Я больше нет, у меня больше нет сына. И кореец. Вот какой корейца. Вот так будет выглядеть менюшка. Preference. Я, честно, не знаю, что это значит. Кто-то засветился. Видео, ладно, пофиг. Save and Exit кнопка и Resume Game. Я не знаю, что такое preference. Я, кстати, снимаю не полный экран, а чисто фрагмент, там, где идет полоса с вообще с форму. То, что верхнее, нижнее и по бокам я немножко обрезал. Ну, видео, наверное, получится минут 10. Там, по-моему, есть еще. Вот это то, что я, как бы, очень рад этому. По-моему, эта настройка будет дроп-фильтр, хотя мы его, по-моему, увидели в прошлом видео. Тут, как бы, просто настройки указаны. Меню настройок. Display Settings, Keyboard Settings, Notification, так, иди нафиг, CC Cleaner. Так, Multiplayer Settings, в общем, настройки всякие. Офигенные у него, по-моему, там еще парочка скриншотов. А, ну вот, тут еще есть. Тут изменили, переработали, поднятие и выброс золота. Ну, я думаю, при смерти или просто выбросить, в общем, при поднятии и при выбрасывании будет показываться, сколько выбросили или подняли. Я думаю, что если какое-то время поднимать золото, ну, разное золото, например, вот, когда у графини там много золота разбросано, его поднимаем, она, наверное, будет суммироваться, в общем, как бы Diablo 3 сделана, они так же здесь это сделают. И, по-моему, это последнее, что они выложили, насколько я помню, потому что вот я ждал где-то около трех месяцев, это пользователь просто выложил это не скриншот, это скриншот, но это более старый скриншот. Да, более новых скриншотов здесь, по-моему, больше нет. Я около двух-трех месяцев ждал новые скриншоты. Там кто-то уже шутит, что они как бы скриншоты не выкладывают, но отвечают там на какие-то вопросы. Вопросы я не вникаю, мне более интересно картинки посмотреть. Я, конечно, там что-то мельком переводил, было что-то интересное, но в данный момент ничего такого нет. Вот последняя страница. Как вы видите, больше нет скриншотов. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Как бы я говорил, что он будет достаточно коротеньким. я просто хотел показать скриншоты и немножко прокомментировать их. Спасибо за просмотр. С вами был Фауст. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok